Да, в общем-то, наверное, есть какой-то смысл во всем этом. Есть. Есть. Да, если вы так наставите. Я просто ответ от этого выни, который все по смыслу, все имеет в виду. А, ну да, еще есть такая тоже прикольная вещь. Одни говорят, что смысла нет, а другие говорят, что он есть. Это как бы две стороны, одного и того же. И, в общем-то, в обоих случаях его все равно нет. Или в обоих случаях есть, если есть. Да, или в обоих, если ты с той стороны смотришь, что нету, а с этой он есть. То есть в обоих случаях. В общем-то, да. То есть смысл-то какой в этом разговоре? Что ты сам номинируешь, какой должна быть реальность. Вот буквально недавно у меня в ВКонтакте кто-то там задавал вопросы. По десятому раз спрашивал, что такое реальность, да? Как ее опредметить, объяснить? Ну, во-первых, непонятно зачем, да? Потому что от того, что вы будете знать, как реальность выглядит с точки зрения концепции, обычно это ничего не прибавляет к продуктивной деятельности как таковой. То есть есть вот люди такие, которые достаточно просто смотрят на жизнь, не парятся. Но зато, когда берутся за дело, стараются довести его до конца, да? То есть отслеживают только сам процесс, такой небольшой зазор своего существования, связанный вот этот шаг сделать, этот шаг сделать, этот шаг сделать. И даже иногда не смотрят на результаты, получают просто удовольствие от процедуры, да? Вот. И они как бы оказываются более продуктивны, чем те, которые вначале хотят все понять, массы мыслить, создать все представления об устройстве мира, о каких-то своих правильных шагах и направлениях этих шагов. Вот мы только что говорили, что появляются некие траектории, по которым можно двигаться. Двигаешься по этим путям, и вот через некоторое время начинаешь видеть, что, в общем-то, все об одном и том же пишут приблизительно с разных сторон. Причем, действительно, я даже увидел, что марксисты тоже, в общем-то, в курсе просветления. Не только вот эти самые даосские монахи. Вот. И просто это, помните, мы говорили, разные грани одного и того же. То есть реальность, она единая. Только каким-то образом человек умудряется надеть себе специальные очки и на эту реальность смотреть через определенный спектр. И таким образом у него получается ситуация, что он бы видит мир по-своему, по-особому. Так оно и есть. И причем, чаще всего, обычно, эта картинка его не очень устраивает. Тоже очень известная тема о том, что многие люди, они… Да это даже не тема, это основа буддизма, первая благородная истина, мир страдания, да? То есть, действительно, вот я вот смотрю на этот мир. Но если не сам страдаю, то начинаю сострадать всем остальным. Вот у меня на прошлом клубе девушка попалась очень сострадательная. То есть это может даже довести до такого состояния, что, помните, вот это негативное впечатление, что мир не совсем правильно устроен, оно может привести к тому, что пора либо не досрочно выйти из этого мира. Такие смыслы всякие бывают. То есть, и все это только из-за того, что человек смотрит на мир через определенный спектр, не видит всей полноты. То есть, он не видит даже, что… Как мы уже говорили, ищем смысл в противоположностях. Что и смерть, и умирание – это вообще нормальное явление. Оно просто случается, да? В нем нет никакого особого трагического смысла. То есть, дождь идет – это явление, солнце светит – это явление. Я сейчас там болею – это явление. Я сейчас здорово бегаю по пляжу – это явление. Причем в каждом из этих явлений есть какой-то свой такой баланс смыслов. Баланс смыслов. Вот я даже сегодня хотел поговорить об этих некоторых балансах, которые… Вот в понятиях есть такой термин «гармония». Гармония, да? Есть как бы геометрическая гармония, знаете, золотое сечение. По нему все в мире разворачиваются. Листочки растут, улитки растают. Правильно построенное здание… Человек весь вообще… Да, весь человек вот этот викторианский, этого… Да винчи, да. Является образцом такого вот. Это вот как бы гармония в геометрическом. Но причем там соотношение очень странное. Там не соотношение 50-50, помните? А там соотношение там 1 к 1, 6 и там пошли до бесконечности после запятой какие-то цифры. Какая-то странная гармония. Это вот число Фибоначчи, да? Ну, Фибоначчи – это другая система. Ну да, там тоже появляется… То есть там просто вот два квадрата, если из одного крутить, другой доставляешь и все время… Ну, в общем, короче, получается вот эта улитка, разворачивание вселенной и всего прочего. по этому ходу разворачиваться. Ну, вот я говорю. И вот там как раз нету вот этого сбалансированного состояния. И еще один такой, например, вот интересный. Все, наверное, знаете, что у человека, ну, какая-то часть его интеллектуальной деятельности только задействована даже на уровне нейронных взаимодействий. – Малая часть. – А? – Малая часть. – Малая часть. Кто-то говорят пять процентов, кто-то говорят десять. Да, это в фильме… – Ну, грубо говоря, да она в сознании, управление сознанием. То есть ты в сознании… – А, некоторые ученые считают, что вот девяносто процентов – это просто еще где-то там за кормах лежит, но когда человек разовьется… как вот в фильме Люси, знаете, сожрет этих самых каких-нибудь ингредиентов, и у него мозги так двадцать процентов, тридцать, сорок, и потом она в флешку превращается. Видели все фильмы? Фильм классный, мне понравится. – Она, скорее, начинает просто осознавать это, что в ней все это есть просто… – Да, кстати, там не дураки, некоторые моменты, да. – Она управляет все лично, она понимает, что это есть. – Да, вся история, конечно, шняга полная, а вот некоторые… – Да, предварительные там эти самые… – А отходы 10 знают, что там еще девяносто. – Вот. – Там визуально показывают, как. – Что? – Я не про фильмы. – Ага. – Отходы 10 знают, что там еще девяносто. – Мое что-то предположение. – Нет, это же ученые посмотрели, как работают там какие-то области мозга, как нейронные сети активированы, и, видимо, там что-то вычислили по соотношению возможного напряжения. – То есть, если дать 100 вольт, то будет все. – А сейчас только 10 вольт. – Ну, ученые же они как делают? – Они выбирают какую-то единицу счета, и при помощи нее начинают что-то изучать. – Там по светимости, по электропроводимости, по напряженности, там, я не знаю. – Ну, в общем, можно всякие интересные штуки придумать. – Я обычно про мультфильм вспоминаю вот это, в чем можно удава измерить, в звонах, в попугаях, там, или еще что-то. – Вот точно так же можно и нашу, не ту самую, степень осознанности. Но дело, я вот сейчас к чему подвожу? Дело в том, что 90, ну, условно, если мы примем эти цифры, и сейчас я вам концепцию какую-нибудь выдам, потому что умею это делать периодически, как последнее откровение научной мысли. – Это, на самом деле, там 90%, они, на самом деле, знаете, чем заняты? Они удерживают вот эту голограмму в автоматическом режиме. – Очень похоже. – Да. Потому что, если эту голограмму не удерживают, помните, как вот в каких-то рассказах, то тут могут чудеса начинаться. Вот чтоб чудеса не начинались, чтоб леши не сидели там в лесу и русалки на ветвях, то есть такая система, где в автоматическом режиме вот эти 90% пашут для того, чтобы вот этот визуальный ряд, вот этот 3D, 4D, 5D или как хочется, удерживалось в определенном неизменном состоянии, причем это очень напряженный вопрос, потому что раньше в это людей специально, то есть это такой способ запрограммировать, то есть людей программировали для того, чтоб они в этом состоянии находились, и причем программируют так, чтобы и вы приблизительно видели то же, что и я, как бы. Я знаю, что это я у себя вижу, что вы видите, как я вижу, а вы это не так видите, и вообще никак не видите, потому что вас нету. Но нету с точки зрения того, что я не могу никак до конца понять, где вы там есть. Я даже в себе, помните, начинаю себя искать, не знаю, где есть, а где вы там есть, это вообще волшинство запредельное, и даже если вы отвечаете мне как бы похожим способом, как бы, что это вы мне просто подыгрываете специально, чтоб я с ума не сошел. Не, серьезно. Это так и есть. Вот мы за этим находимся. Да. Это так и есть, и причем, я говорю, все так очень сильно подыгрывают, потому что мои иначе… И вот если, например, начать эту пропорцию двигать, то есть на самом деле она, конечно, не такая, она другая, если ее начать двигать, то тогда начинается вот эта хрень. То есть сбой матрицы… Сразу начинается? Сразу, да. То есть даже ЛЦД чуть-чуть принял, и там уже вот эта визуализация перестает быть плотной, и начинают выскакивать эти орангутанги из потустороннего мира. Это поэтому… А кто их задает? Никто их не задает. То есть контроль голограммы отключается, и начинается творческая визуализация. То есть это ваше воображение, конечно же, это вы задает. Просто так воображение вам зафиксировали, и держит его вот на этой границе, чтобы вот рациональное мышление у вас там в десяти процентах ковырялось, а остальное все было вот на обслуживании этой голограммы. А если разблокировать ее каким-то образом, то все начинается веселуха. Причем она раньше так и была веселуха. То есть вот до сих пор папуасы, которые там живут где-нибудь в Австралии или еще где-то, они это самое, как бы сказать… С духами общаются. Да. Они сон с реальностью путают. Причем именно сон с реальностью путают. То есть у них сновидение может продолжаться в реальности, и наоборот из реальности может попасть в сновидение. Детский психик. Да, детский психик. Так еще хуже того. Они в снах там, ну не в снах, а в той реальности, живут там в специальных местах. Я вот недавно какое-то племя такое нашел. Если не врут опять антропологи. Есть такое племя, которое погружаясь во внутренние миры, они там бегают. Ну как в осознанном сновидении. Ведут войны и из того мира притаскивают артефакты. Да. И если в том мире его убьют, а там какие-то жуткие муравьи гигантские, там еще что-то, то тот, кто сидит здесь, тут же умирает. Да, аватар в чистом виде. Да, аватар такой. То есть все на самом деле серьезно. И даже еще остались вот папуасы, которые живут в том, нас же из того состояния выкинули при помощи цивилизации, от цивилизации войны. И удерживают вот эту матрицу в таком серьезном. Поэтому все разговоры о том, что если вы 20, там увеличите работу мозга еще до процента, это значит вы сразу в дурдом попадаете. Никакого развития у человечества нет. Может наоборот будет дальше уменьшение, уменьшение рационального, а увеличение всего вот этого фиксированного. Поэтому вот все там люди говорят, как развить человечество? Да никак, ни в коем случае нельзя развивать. Потому что он сейчас в завалансированном состоянии удерживает, чтобы вы в дурдом не попали. Понятно, да? Поэтому у вас все уже в нормальной гармонической пропорции сбалансировано. И ничего как бы улучшать не нужно, как и вот в гармонической пропорции этого самого геометрии. Если тебя это все устраивает, то что ты сам совместно создаешь, то можешь оставаться все как есть. А если не выстраивать, то можно, соответственно, стремиться выйти за эти рамки и что угодно. Нет, нельзя. Ты, как бы ты ни выходил, ты выходишь внутри этой системы за рамки. Потому что ты используешь ментальную конструкцию. То есть вот то, что говорит Зонг Чен, это наоборот способ прекратить играть в эту игру. То есть вот помните там три элемента. Основа, путь и результат. Основа, путь и результат. Основа – это вселенский принцип, который существует как абсолютно ничто. Потому что, если бы это было что-то, оно бы было в системе нашего мировоззрения. Ну, как вот мы говорили, что Бог неопределим. Потому что, если мы его начинаем определять, это значит, мы его наделяем свойствами и качествами человека. Ну, или человеческих этих самых эмоций. Там рекпа неопределима. То есть вот эта пустота, которая… Ну, вот она же есть, как бы, качество основы. Это просто то, что вот вообще не входит там ни в девяносто процентов, ни в десять процентов. Это вообще к этому не относится. Все, что вот существует, вот эти десять процентов и девяносто, это, ну, тоже, опять же, все так банально, это майя. Бултыхание пустоты. Трепыхание пустоты. И существует это только потому, что у вас очки надетые. И вы вместо того, чтобы безграничность, видите одну грань. И вот в этой грани все, что остальное безграничное, начинает играть в две игры. Либо это хорошее что-то такое, лучше, чем то, что для вас усреднено. Либо это что-то плохое. Ну, в зависимости, если почернее очки, там похуже. Ну, а так как мы такие любители вот этого фильмов ужасов, то у нас у всех они такие классные очки. И поэтому я вот то, что он сказал, это не я сказал, это Будда сказал, жизнь человека — это бесконечные страдания и трепыхания, потому что он мир воспринимает, потому что он его воспринимает. Потому что он его воспринимает. Ну, выходит, что боль только потому и боль, что ты не хочешь, по сути. Что? В смысле, восприятие мира как нечто плохое или отрицательное, это все равно зависит от типа. Я имею в виду, если он потому и отрицательный, потому что ты его видишь отрицательно. Ты его создаешь отрицательно. Весь парадокс еще состоит в том, что мы еще накладываем вторую интерпретацию на это. То есть мы добавляем… То есть отрицательное, как я сказал, это просто так, да? Ну, я это понимаю. Да. А если мы начинаем это отрицательно как-то вот с чем-то соотносить, то оно начинает быть отрицательным… Отношение к чему. … к чему-то, да. А это и есть вот эта двойственность начинается, да, вот эта дурацкая двойственность. И вообще вот сам процесс мышления, тоже эта тема бесконечная, можно тысячу раз к ней обращаться и тысячу раз заново. Почему так ее и нравится обсуждать? То есть я вот то, что вам говорю, я это все уже тысячу раз… Ну, не тысячу, сто раз уже говорил. Но я сейчас начинаю говорить, я понимаю, что вот новая грань пошла. То есть можно еще раз сказать… Ну, поэтому, как бы… Опять же, почему нравятся такого рода вот события? Люди любят вот интеллектуально поиграть во все эти игры. Потому что, как бы, вот у меня была одна грань, а вот теперь я смотрю, как бы, при помощи кого-то в другой грани. И у меня вот появляется вот этот небольшой зазор, что я могу вот, как бы, раз… Другой-то в других очках. Да, другой-то в других очках. И я, типа, его очки надел. И такое у меня легкое, такое недомогание возникает, типа… То есть я, как бы, сам из себя выхожу, да? И начинается вот такой небольшой казус, связанный вот с тем, что… И я понимаю, что еще есть какая-то грань, еще есть какая-то грань. То есть я могу вот это легкое состояние как-то… А! Вот это самое главное. Вот я сказал про третьи конструкции. Если у меня получится, я буду сегодня про изучение немножко говорить. В этих конструкциях самое-то интересное… Это то, что должно произойти узнавание. Вот. Узнавание не при помощи того, как я что-то узнаю известное, а узнавание вот этого вот беспредельного. То есть беспредельное – это, как мы уже сказали, это чистый океан, а майя – это его трепыхание. То есть беспредельное и мои мысли – это одно и то же. Только так как они у меня через очки, то они особенные. А вот когда я говорил, что я на одну грань посмотрел, на другую грань посмотрел или каким-то другим ракурсом посмотрел, я вдруг поймал вот это ощущение, зазор между различными гранями, и поймал вот это ощущение узнавания, что есть некая вот эта основа. Вот мы возвращаемся к основе. Что у всякого вот этого трепыхания есть какая-то странная основа. Причем даже вот эти несчастные или счастливые… Все люди хороши. Счастливые ученые, они тоже поняли… Уже несколько раз причем как-то так случилось у них. В начале это было там в веке семнадцатом, там был такой Джон Беркли и Юн, философы такие серьезные-серьезные, которые вошли вот в этот крутой субъективизм и до них вот тоже доперло вот эта интересная вещь, о которой я только что говорил в начале. Что как бы я там не выворачивался, это все равно мое отношение к реальности и моя интерпретация реальности. Даже если вы меня бьете палкой, это я интерпретирую реальность, как будто она меня бьет палкой и там больно, не больно. Я говорил даже, что есть такие самураи, которые могут раз, их пьешь балкой, а не больно. То есть управлять можно этой реальностью. То есть это реальность… Не забудьте напомнить мне про управляемую реальность, я такой ключик там. Значит, реальность она управляемая. Управляемая, то есть управляемая моим восприятием. Да, да. И вот эта реальность, управляемая моим восприятием, я могу по поводу этой реальности фантазировать как угодно. Причем при помощи вот этих десяти процентов я могу это все загнать в определенные каноны и рамки. Ну, например, там… Алгебра-геометрия. Алгебра-геометрия есть. Комбинаторика. Теория относительности… Ой, теория это… Не относительность, а как там ее… С числами… Вероятности. Теория вероятности. То есть я могу в этих рамках начать рассуждать каким-то образом, например, об устройстве там физического мира. Но когда вот возникли вот эти проблемы, начали расщеплять вот эту материю, вот эта теория корпускулярная о том, что атом, молекулы… Ой, не молекулы, а эти электроны, они типа как шарики. Выяснилось, что не шарики, а что это просто вот энергия. Закричали. Материя исчезает. Материя превращается просто вот… Ну там, я не знаю… В трепыхание пустоты, да? В трепыхание пустоты. Причем это трепыхание пустоты, оно вот… Ну, никак не верифицируемо. То есть больше нельзя загнать какой-то прибор, который будет наблюдать, ну, вот эти частицы. Все частицы, дальше это по теории, опять же, вероятности или по каким-то другим сложным формулам, это такие гипотезы по поводу того, что это такое. Помните, я говорил, что исследователи 60-х годов, они эти гипотезы превратили, ну, в какие-то такие термины. Мюзоны, бозоны, галионы и все такое прочее. И причем эти термины уже никакого отношения не имеют к фиксируемой реальности, а это просто концептуальное, ну, как бы, предположение о каких-то, назовем это, складках уже того, чего ни из чего не состоит. Ну, например, последнее представление о бозоне, вот самый, на мой взгляд, визуализируемый вариант его, вот этого Хиггса, да, бозона Хиггса, много чего говорили, никто толком как это и не понял, что же, как же вот это вот как вот на ощупь представить себе, что такое бозон. И вот наибольшая мне понравившаяся концепция, это бозон, это, значит, вот представьте, там, то есть вот пространство, это типа материя на столе, и по ней, там, какой-то предмет вы тащите, и на материи возникают складки. Вот бозон, это складки на материи. Складки на материи, а материя из чего состоит? Эта материя, это типа гипотетическое представление, чтобы нам визуализировать. Это складки просто вот в пространстве. То есть физика и геометрия на этом основании, они все основаны на предположении, на визуализации как у одного человека. Да, то есть мы видим, что действительно, даже с точки зрения физической картины мира, основой, даже во что играет сознание при помощи вот этих всяких сложных инструментов, логики, математики, там, физических каких-то гипотез, это всего лишь представление о том, как морщится вот нечто, что-ничто. Ну, другим словом, правильно, что они просто хотят отщипнуть кусочек от этого поля Хиггса, вот этот бозон, маленький кусочек, чтобы доказать, что все это реально правда. Успокоиться, все, ну, все, оказывается, все. Ну да, они предполагают, что вот это сморщивание, это первый момент зарождения. То есть раньше было ничего не сморщено, а потом, когда первый раз сморщилось, это типа вот начало большого взрыва. То есть практически, с точки зрения, это дает, что значит все вот состоит как раз из... Да, то есть есть... Из чего можно делать все. Да, вот то, что из чего... Да, то, из чего делается все, оно ничто. Да. То есть... Ну, возможно, обладает потенцией к тому, чтобы... Да, ну да. А вот почему мне нравится вот эта концепция моря, что действительно, это правильно, вот как индусы давно это просекли и говорили, что вот вся реальность, это волнение на вот море, да. То есть, ну, даже вот по концепциям вот этих физиков, это да, сморщивание пространства, завихрение его там, вибрации, там его сгущение, расширение. Нет, но то, что сгущается, расширяется, то, что является первоосновой, оно точно такое же, как вот вот в той концепции, о которой только что он говорил. Что вот, когда я пытаюсь начать рассуждать о чем-либо, то, от чего я отталкиваюсь, оно никак не определимо за пределами любых определений. За пределами любых определений это просто какое-то ничто. 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 И тогда спрашивается первый вопрос, который может вот уже не играя в игры логически и сложный, потому что там мы запутаемся, а вот играя в игру, а как же у меня мысль появляется? Как вот в этом ничто появляется мысль? И что такое мысль? Да? Что такое мысль? То есть, какая-то первая вибрация. Ну, я вам рассказывал страшную историю, но это совсем было концептуально, что первая вибрация – это дифференциация божественного имени. Еще странно достаточно. Ну, да, да, она такая, что вот самая элементарная частица – это есть тоже божественное имя, только очень такое раздифференцированное. Уже там миллиарды, миллиарды, миллиарды. Понятно, да? Ну, это опять я умом размышляю о неком вот этом надутом пузыре концептуальности. А вот как во мне вот эта мысль? Причем ведь, смотрите, когда мысль у меня появляется, мысль, она наполнена смыслом. Вот я вам сказал бессмысленно, а вы начали упираться и говорить, есть смысл. Видите, то есть ваша мысль каким-то образом придает значение, ну, например, тому, что происходит здесь. Какой вот? Да. Именно та мысль, которая вот мысль, или которую я уже осознаю как мысль, если к нему понимается. То есть, ну, вот эта вот мысль-мешалка, которая идет, это же все пуски маленьких мыслей. Да, пуски маленьких. Ну, ты все убери лишние мысли, оставь вот первую мысль. Вот, например, мысль «Я есть». Да? Я есть у меня какой-то вообще волшебство, честно говоря. Я сейчас не буду говорить про себя, просто суть в том, что я вообще не понял, в чем смысл этой фразы, но она реально работает. В смысле того, что начинаешь с от другого смотреть. То есть, ты реально… Ну, это и называется узнавание. То есть, вот когда вы попадаете в мысль до мысли, то есть, или в предельную мысль, то есть, тогда, когда как бы она зарождается, или вы можете каким-то вот непонятным, уже неверифицируемым способом поймать вот это, это называется узнавание. Я потом дальше проговорю этого, сейчас бы не спутать ничего. Значит, узнавание – это вот этот момент, который ты говоришь, что это не похоже на то, как обычно ум думает. Да, это не объяснит. Нет, это не объяснит. Ты можешь как бы притрагиваться к этому, и его не зафиксировать, его никак не концептуализировать, не поймать как ощущение, оно каждый раз новое. Если вы пытаетесь его приручить, вот это я есть, да, и как-то вот, вот, вчера я его так делал. Ну-ка, повторим. Ага, вот оно опять. Все, это лажа полная. Это вы начали играть в ощущения. Вы развили в себе ощущения просветления, и теперь с этим ощущением играйте. Хотя, как я уже говорил, здесь великолепно все. Вы можете целые миры на основе этого, целые там увидеть, как у вас движутся энергии, призвать ангелов, там еще что-то. Причем все это в воображении делать совершенно замечательно. Но это все не то, это служение полубогам, как называется у нормальных пацанов. Помните, мы говорили, самый-то прикол во всех этих историях, что как бы все, все, единственный приличный способ существования, это только высшее, то есть запредельное. Ну, это так, интеллигентно и культурно. Искровно. Да. Но вариантов нету, потому что если все остальные варианты, это либо опять вот наука и соответствующая с нею борьба всяких. Да, у нас же сейчас такое замечательное время, что об этом всем информация есть мгновенно. Вы заходите везде и сразу устаете. Ну, потому что уже все продумано, все промысленно, все философами продумано, все концепции продуманы, практики есть такие, практики есть тоже как-то вот совсем уже скучно становятся. Правильно? И что, какой хочешь, найдешь, наверное, в Питере себе способ как-то достигнуть просветления. Правильно? Нет. Так, нет. Ну, я столько искала, и ничего не найти бы. Кашмирского шивоизма нету? Не знаю. Это ты просто плохо ищешь. Все есть. Все не то, все не так. Неинтересно. Нет, не то, не так, это другое. Я говорю, что вариации есть. Можно сказать не надо. Причем, а? Можно сказать не надо. Совершенно верно. Получает, ну, тогда получается лажа, помните, это у нас обломов, который сел. Ну, вот так вот. Я говорю, что она уже здесь в поле. Вообще ничего. Не надо только не снаружи. Открыть. Вот все, в чем правило. Вот он, вот я говорил, узнавание, вот весь прикол узнавания, что ты его открыл сегодня так, и больше этим попользоваться не сможешь. Если ты оставил себе зацепочку, ну, все есть внутри, я это уже один раз поймал, это ты не там находишься. В следующий раз это будет открываться совершенно не так. Знаете, я так удивлялась, когда со мной это происходило. Я думала, что это что-то наоборот ненормальное. Ну, да. Мне казалось, почему один раз тебе что-то показывать, ну, как ты чего-то достигаешь, а потом тебе не повторить это. Да, потому что ты привыкла, что везде написано, что есть школа, традиции, вот постепенно, вот как-то, как он, ком со снегом, это все нарабатывается, повторяется. А потом ты можешь несколько месяцев вообще ничего не иметь, а потом раз и опять что-то. Да. То есть это... И вот узнаванием называется, это не узнавание какого-то чувства, а узнавание вот этого факта, что ничего нет. Состояние, да? Даже не состояние, я говорю, ты за него можешь зацепиться, а вот то, что это состояние, никакое, нигде и никогда не повторяемо. Да. Да, восхитительно. Здесь есть тоже ошибка сейчас это загнать в концептуальность, но, к сожалению, у нас другого способа нету, потому что у меня с собой башмака, тилопы нету, и вы не наропы. Но даже наропа, он сколько там, лет 15 ошивался вокруг этого тилопы, что тот ему дал, передал традицию, да? Причем он думал, что это будет как положено, там, сельди, медитируют. Да, а тот, когда ему очередной раз надоел, он тапком по башке ему хриск, и все случилось. Хотя до этого он был там главой монастыря, был великим знатоком всех буддистских там сутр, вел академические споры, я не помню, рассказывал его, что вот он так тоже уперся, что вот концептуальность его так задолбала. Он в ней как рыба в воде, а толку-то нету, толку-то нету, да? И вот он тогда, когда его так вот поперло как следует, он решил в картинке мира себе создать дыру, дыру. Ну что, вот как это самое, пойти туда не зная куда, найти то не зная что, потому что тилопа это ничто. Тилопа это такой бомжара, который он встретил вообще, когда он жрал сырую рыбу на дазаре где-то там в помойке. У меня какие-то такие мысли, что они так встретились. А этот великий, он там, я не знаю, то ли главой монастыря был, то ли там, в общем, такой серьезный нен, и вот он его так вот прибило, что это открылось вот это. Потому что он не спадает ни под какие-то, да просто само ничто, само ничто во всем его поведении. Помните, мы говорили, когда человек вот в таком вторгнутом состоянии, там нету человека, нету человека, нету человека, нет за что зацепиться. А так как у него узнавание уже было, он въехал в эту, при помощи этого человека. Ну, вот я для чего привел привет. Сколько он с ним не ходил, никакого того, чего обычные люди ожидают, не было, а просто был вот такой сюжет. И, в принципе, вот все мы, в общем-то, в состоянии вот этого норопы. Просто единственное, что мы не выучили все, а у нас просто есть интернет, и мы можем туда заглядывать, и как будто все это знаем. А мы действительно это знаем, потому что раз мы что-то можем прочитать, мы это знаем. В том-то и дело, мы сейчас великие книжники, которые владеют всеми книгами и знанием всего мира при помощи интернета. Но это такая обманка. На самом деле мы только потому интернет и видим, и то, что там написано, потому что мы великие видящие вот этого информации. Все мы все в состоянии норопы, который знает все, а толку нету. Толку нету, толку нету. И поэтому нужно вот это вот узнавание, когда ты направляешь свое внимание в никуда. Вот как пойти туда не знаю куда, посмотреть туда не знаю куда. А в никуда смотреть куда? В себя. В себя, да, в себя смотреть. Тут подправляется все равно одно панель, то есть, ну, как правило. Конечно. Это лично для меня. Как можно объяснить необъяснимое целом у себя? К сути у нас, то есть, ну, возьмем наш воскоп, какой-то инструмент. Ну, сейчас мы просто с вами понимаем. Ну, так вот, в том-то все и дело, что как бы все, ну, учителя, кто пытается что-то понять, кто пытается что-то донести, по сути, ничего донести невозможно. По сути, у нас даже есть... И тут же возможно. Конечно, как указатель или какой-то там... Да, то есть ты должен всегда не париться по одной части, сразу всегда говорить. И тогда бессмысленно все размышление становится. Я про это и говорю, что все бессмысленно по сути само по себе и объяснение, потому что, когда хоть немножко приходишь к чему... Тогда сразу наступает обломов. В смысле, да. Я вот про это и хотел спросить. Вот ты как-то... Потому что как вот не включаться этому обломов... Не включай, потому что это чудесно. Получается, ну, я немножко там пытаюсь что-то делать, ни к чему не привзято. Да, это классно и замечательно, но ты становишься реально, то есть, ну, тебе не надо ничего делать. Все и так хорошо. Все по сути замечательно. Ну, сразу же ты можешь даже недолго мысли увидеть, а тебя жена уйдет. Я про это и говорю. Окажешься без работы, и ты сразу включаешь... Тот, который на нас навешивали, он все равно есть. Да. Поэтому это не вариант. Хотя и как вариант его тоже откидывать бессмысленно, потому что он тоже годится. Да. Поэтому тут можно как бы пунктируем. То есть, вот полчаса я обломов, полчаса я ныжа, энергией. И тогда как бы вот не успевает она тебя бросить. Она такая вот, сейчас брошу, сейчас брошу. Хоп, прям прошло, о, работает вроде бы. Опять деньги понес. Тогда типа все нормально. За рулем главное есть. А тогда ты... А этот на мотоцикле ездит? На мотоцикле так и ездит. А он ездит так и ездит. Я сижу, что на мотоцикле, когда еду, то ли, да. Я просто, ну, перебиваться на поеду, я уже серьезно говорил. Он мне говорит, я, то есть, говорю, что я на мотоцикле не сказал, вот месяц назад, когда ты был во всей колесе. Это он на машине, блядь. Да, специально. И суть в том, что я говорю, что, то есть, ну, я еду на мотоцикле, реально, как будто медитей. Он, ха-ха-ха, ну, давай, это первый поворот. А по сути в том, что ты дышишь, например, я на мотоцикле езжу с 12 лет, то есть, почти больше, чем 25 лет. И то есть, у меня это реально на каком-то, ты дышишь, я так же езжу на мотоцикле. Я на машине 20 раз на мотоцикле, я как будто, ну, поэтому... Ладно, отличная история. Ты можешь до бесконечности нам рассказать, потому что я говорю, нет ничего более приятного, как рассказывать о том, как ты был вторгнутый в состояние неопределенности. Я этим занимаюсь, вот уже 15 лет, безостановочно, и каждый раз новая грань появится, правильно? Итак, вернемся к мысли. Смотрите, откуда же берется мысль, если ничего нету? Как же вообще, да? То есть, ну, мы уже сказали, что с одной стороны, это как бы такое ощущение... А, есть! Значит, я есть, я есть. И вот, я есть, это древний этап становления бытия. То есть, пока Бог был я есть, он был ничто. Потом он захотел стать чем-то и увидел свое отражение. Причем отражение он увидел в шаре у ума. Ну, потому что отражение было везде. А чтобы везде было отражение, оно только в шаре может быть, понятно, да? Только из центра шара можно смотреть в любую сторону, и вы всегда будете видеть свое отражение. Вот, отражение. Причем в этом отражении, как бы вот, когда оно чистое и никакое, это Бог. Чистое и никакое, это Бог. Он сам себя видит, причем никак не дифференцирует себя. Ну, это почти то же самое. А, то есть, смотрите, как обратная вещь. Вот это отражение, это и есть человек. То есть, мы теперь с отражения должны посмотреть внутрь того Бога, который смотрит на отражение. Хорошо, приду. Блин, приду опять. А так как это отражение, оно все время трепыхается, ну, я говорил, дунул ветерок. Ветерок – это когда у меня появилось разделение. То есть, ветерок – это всегда вот, когда цельное, оно никакое не подвижное. Как только у меня появилось хорошее, плохое, между ними возникло напряжение. То есть, вот так появляется вообще материя, знаете, даже элементарные частицы, плюс-минус между собой. Вот они, когда едины, это антиматерия. Да, даже не антиматерия, да, это пассивное состояние вакуума. Как только воздействие энергетическое происходит, они разделяются и появляется вещественность. Вот, собственно говоря, вот это вот, на вот этом отражении, когда идет рек, а отражение – это и есть человек, да? А рек у него там всегда идет, потому что у него постоянное волнение. Вот это и есть мысли. То есть, что мешает увидеть полностью активную ветерку? Да, да, мешает полностью увидеть. Ветерок падул, и вот это отражение на воде исказилось. И причем она исказилась сразу же, как это, приятие и неприятие. То есть, и понеслась вот это приятие и непринятие, оно как цепная реакция. То есть, там, другая волна, третья волна, и вот это приятие и неприятие вот на этой волне, оно и создает вот эту беготню того, что у нас называется мышление. Потому что мышление, на самом деле, оно не в виде слов вначале бывает, а в виде волнения. То есть, вот перед каждой мыслью стоит некое вот такое живое волнение вот этой основы. Потому что волноваться больше нечему, понятно, да? И вот волнение этой основы… Блин, концептуальность какая-то, тут пояс. То есть, садись и диссертацию пиши. Да, да. По поводу того, вот как это… Я еще хуже скажу, что вот этот вот шар Олма, где Бог смотрит на себя через волнующиеся сознания людей и не может себя узреть, потому что мы мешаем ему своей дифференцированностью, своих мыслей. Это на самом деле есть квантсознание. Причем этот квантсознание – это и вселенский квантсознание, где Бог в мириадах своих вот этих образов заснул, типа, и сейчас видит сон. Ну, Бог – это как Адам Кадмон Единый, видит сон в мириадах своих образов. То есть, вот я сейчас вижу сон. Почему это и сон? Я почему сразу говорил, что это и есть сон, реальность – это сон. Что это… вас нету, а вы мне снитесь, как некие проекции на мой шар Олма, как некие образы, которые вот что-то там делают. А на самом деле все, что вы делаете – это некие уроки для меня. Потому что, помните, мы говорили, мир со мной разговаривает при помощи внешних событий. Каждый пришедший человек – это учитель меня же и для меня же появившийся. Ну, не обязательно он учит, вот как я сейчас рыбой выроду, а просто своим внешним видом учит, своей реакцией учит, там, положительный, отрицательный. Все это вот… это вот и есть такой вот гипер-пупер механизм. Но дело в том, что этот шар Олма, он возникает в каждой точке внимания. То есть, как только я куда-то посмотрел, куда-то я посмотрел, это значит, в этом месте произошло напряжение. И из этой точки мгновенно выскакивает весь мир. Вот сейчас я объясню, что я хотел сказать. То есть, вот, например, я сейчас сижу не здесь. То есть, мне кажется, что я сижу сейчас здесь, локально мое тело присутствует здесь. И вот он шар Олма, куда бы я ни посмотрел, везде какие-то образы. Какие-то образы. Для каждого из этих образов у меня есть реакция. И, ну, так как-то людей здесь побольше, потолки почему-то нет. Ну, неважно. Потому что у меня есть картина мира, где на потолке люди не это самое, не располагаются. А если была другая, то там бы сидели. То есть, все это нюансы, потому что как приучить себя. То есть, вот, есть такая теория, если людям объяснить, например, и долго их учить, например. Ну, так нас и учат. Что, например, там можно, ну, я не знаю, там летать, летать, летать. Можно людей начать учить летать, 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 летать. Ну, в принципе, нас так и научили, только при помощи самолета. А можно научить, если все люди начнут, там, вначале серьезно, там, изучать технику полета, разговора, там, о каких полетах. Потом родятся дети, которые не в курсе, что это сейчас только придумывается, а типа взрослые, как авторитет им было бы себя. То некоторые из детей начнут подлетывать. Как только некоторые начнут подлетывать, то и все остальные. И через некоторое время будут они сидеть на потолке, вместо того, чтобы на диванах сидеть. Понятно? Просто так мы сейчас придумали, что на диванах они сидеть. Хотя на диванах это тоже чудесно. Это нисколько не хуже, чем на потолке сидеть. Или летать. То есть, летать даже как-то попроще. А вот ходить притянутой к центру Земли, это вообще какой-то анархизм. Так, вот. И поэтому... Откуда я вёл мысль? Появление мысли. А, появление мысли. А, что это тоже... А, вот. Мне кажется, что я сейчас в центре, и вот весь мир разворачивается. Но ничего подобного. Как только я посмотрел на чашку, центр стал здесь. И он, знаете, как встал? Потому что, как я только на неё посмотрел, я тут же вспомнил, она состоит из глины, из чашки пьют воду. То есть я узнаю её. В этот мир, миг, вокруг, а чашка, помните, глина где-то там, на берегу реки её выкопали, гончары. Гончары это тоже люди. И всё, начал разворачиваться космос относительно места моего восприятия. Я уже не здесь. Я уже... Да, я уже... Просто так как у меня якорь очень мощный в теле, мне всё время выкидывает в него, моментально. Потому что на самом деле времени нету. Вот ещё весь прикол. Опять же, мне только кажется, что вот я сейчас в теле, нахожусь во времени. Времени вообще нету, как такой физической категории. Время — это всегда пространство. Вот есть пространство кружки — в ней есть время. Есть пространство этой комнаты — в ней есть. Если нету пространства в виде объектов, времени нету. Потому что время — это некие процедуры, которые у меня внимание квантируют. Вот между этими квантами взгляд сюда, взгляд сюда, взгляд сюда. Рождение мира тут, рождение мира тут. Причём мир рождается вообще... Каждый раз он всё время рождается. Вот я сюда на миллиметр сдвину, снова вся Вселенная мгновенно рождается. Она не существует как... Потому что, мы уже сказали, нету никаких недвижимых объектов. Нету никаких недвижимых. Всё пустотность. Пустотность. Все вот эти... А что же задаёт тогда вот этот импульс, каждую миллисекунду вот это создавать за... 90% Да. А они... Это вот они. Они, это вот они... А то есть вдруг вы не одушевляли, но человек за это всё? Они всё, всё делают. Всё делают. Они... Я говорю, каждому... Причём, помните, я говорил, есть ещё такой фокус, как это обнаружить. Его Софисты обнаружили. Что вот я сейчас там, если я камеру буду снимать, буду останавливать кадр... Вы все время будете на одном месте находиться, никто не шевелится. То есть все время застывшая картинка только существует. А вот между картинкой и картинкой что происходит? Это нефиксируемо, ни камеры, ничем, ничем, ничем. Это мгновение между вниманием и восприятием. То есть вот внимание вошло, восприятие вышло. И вот пока внимание и восприятие не вышло, можно вот это двигать. Это у физиков называется постоянная планка. Есть у них там такая какая-то хрень, при помощи которой они вот эти квантовые скачки высчитывают или что-то там такое вот. Это и есть. Это то, что нефиксирует. Это и есть вот это вот там, где находится вот это наше узнавание. То есть это состояние, когда еще не произошло восприятие. Еще не произошло восприятие. Когда восприятие произошло, вы больше ничего не сделаете. Вас мир затягивает мгновенно, у вас включается дискурсивное мышление. В этот момент никакой медитации не будет. Это будет автоматическое рождение мира. Оно такое мощное, такое грандиозное, что в этот момент вы даже не успеете никакую медитацию сделать. И ничего такое будет. Поэтому нас все время любая мысль сразу же отвлекает. Уносит в любые миры. Потому что неважно, перевел я взгляд на кружку или подумал о чем-нибудь, о чем я могу подумать. О чем я могу подумать. О чем-нибудь, да. Вот, например, если я о чем-нибудь подумал, все, я попал в воображение. Причем то, что происходит в воображении, то, что происходит, глядя на объект реальности, и то, что происходит в сновидении, это одна и та же природа материализации мира. Просто почему-то в нашей концепции сознания, как вот я говорю, потому что мы не путаем сновидение с бодрствованием, у нас есть концепция, которая объясняет, что это нельзя путать. Они разведены. Сам же процесс, вот то, что вы во сне видите, точно такой же процесс разворачивания мгновенной, точно такой же вселенной. Причем там-то вы понимаете, что эта вселенная разворачивается. Ну, когда вы там находитесь, большинство не понимает этого. Даже когда управляемый сон тоже как-то, знаете, это такая сомнительная вещь, эти управляемые сны. Все равно это такой тонкий обман. Просто у ума есть просто разные уровни. Есть грубый ум, есть тонкий ум. И есть самый тонкий ум, это там, где состояние самодхерия. Про этот ум большинство людей даже не знает. Тонкий ум, это вот как раз ум, когда у вас типа тело, ну, якорь вот этот отключен. Поэтому во сне вы можете, например, раз и другим человеком стать, и его глазами начать смотреть на ситуацию. Делаете же так во сне? Делаете. Вот, хорошо. Причем можно животным стать, можно полететь, можно через стенку пройти. То есть там якоря вот этого нету дурацкого. А механизм точно такой же. Вы там все материализуете точно так же. И то, что там материализуется, точно так же кванты сознания, которые вы создаете вот этим вниманием и восприятием. Просто там восприятие, оно более такое ажурненькое и своевольное. Типа, да даже нет, не свое. Как раз там-то, вот когда управляемый сон, вы можете это кружевать и все начать плести так, как вам хочется. Можете. Видели же эти кино? Начало, и потом этот доктор Стрэнджер. Я начал видел доктор Стрэнджер. Доктор Стрэнджер не видели, а я видел. Потому что, ну, надо рассмотреть, что остальные люди смотрят. Потому что это же я за них смотрю. Поэтому я не должен отрываться от коллектива. Присматриваешься. Да, присматриваешься. Да, присматриваешься реально. Вот, и там, вот, помните, можно же эти кварталы так развернуть, всяко развернуть, согнуть, там, скрутить, там, создать свою архитектуру. Это во сне так делается. Этот фильм, видимо, какие-то там, вот эти, играющие со сновидениями во время ЛЦД и сеансов, все у нас обычно через это делается, они поймали фишечку и вот создали некую кинематографическую картинку. Я же не думаю, что там маги его делали, потому что результат-то-то все равно, кто кому мог, дону вернуться. Вот, поэтому, то есть вот эти три реальности, то есть вот я сейчас подумал о чем-то, и там кванты сознания начали квантовать вселенную. Просто оно как бы более мутное, то есть у меня вот этот якорь сидит, и я сейчас с бодрствами, поэтому у меня воображение более слабое. Хотя, как я уже, помните, говорил, если развить концентрацию, то вы можете в воображаемый мир так концентрированно входить, вплоть до того, что вот как в Докторе Стрэнджере, раз и то же через стеночку пройти. А никто не смотрел безумный спецназ? Что, не смотрели? Насколько все? Ну, совсем. Значит, так, безумный спецназ обязательно посмотрите. Во-первых, там гуру выглядит, как я. Обязательно посмотрите. Да, а во-вторых, там начинается с того, что... С изюшкой сидим, что ли, с изюшкой? Не-не-не, ой, такой фильм, да вы что! Что-то посмотрим. Начинается с того, что чувак такой, генерал сидит, смотрит, смотрит на... Потом своему этому секретарю говорит, я пошел разбегаться в стену. Не получилось опять. Вот он хотел намерение такое применить, но, видимо, а в конце там все получается. Короче, вот, то есть, если тренировать концентрацию, да, как в старых традициях это было, там вот этих, то вы можете создать вот этот эффект того, что вы можете как во сне здесь начать действовать. Как во сне. Ну, на этом построен гипноз, вот я уже говорил вам пример, да. Знаете же, раньше вообще была такая тема, в средние века, то есть, человека проверяли, там, вор он или не вор, или обманщик, или там предатель, или еще что-то. Надо взять было раскаленный железный пруд. Он теперь сам, если предатель, то... Да, тот, кто предатель, он... Да, а если ты уверен, что Бог тебя, это самое... Это такая... А это значит, что ты эту реальность нагнул, потому что с нашей точки зрения раскаленный предмет, он взаимодействует с материей, тут никакого сознания нет, ну, в смысле, в такой, кандовой. А если мое сознание и материя, оказывается, не то, что... На гипале, да. А? Получалось ли, на гипале? На гипале, да, то есть, по-моему, изольда так выкрутилась, или кто-то, я не помню. На йоге же ходят. Ну да, йоге ходят по углям, еще что-то. То есть, это было нормой судебной практики, то есть, по-видимому, это работало. Раз это в легендах рассказывалось, что это была норма судебной практики. То есть, как берет... Для большого круга все должны. А? Все должны, для большого круга населения. Да, для большого круга населения. И так, как, видимо, они верили в это, что это такой богом установленный, этот самый... Не прецедент, так? Ритуал. Да, ритуал. То, значит, он работает... А это и есть, вот это значит, что просто, вот как люди поверят, и будут летать. А так, они тогда верили, что, если честный человек, то его, это самый бог, вот так... Таким образом, защищать. Ну, у них там вообще с магией было кислые цепи. Тогда у них, видимо, 8% были рациональные, поэтому свой матриц постоянно происходил. И причем, даже они, видимо, коллективные, это как выдерживает. Спасибо.